Здравствуйте, друзья! И сегодня такой небольшой обзорчик. У нас укоренились туи. Давайте мы с вами разберемся, как же хранить их дальше дома, в помещении с сухим воздухом, в условиях квартиры. Посмотрим на наш парничок, что там растет и как развивается. И посмотрим, конечно же, корешки петунии, череночки, которые мы укореняли. Как у них наросли корешки. И пересадим их в стаканчики побольше. Приступим! Вот она наша петуния. Это сорт Опера Суприм. Черенковали мы ее, как помните, месяц назад. Давайте посмотрим, какие наросли корешки. Два черенка, находящиеся по краям кассеты, выглядят очень хорошо. У них наросли корешки, заняли полный объемчик. Их пора уже пересаживать в стаканчики покрупнее. Однако, тот черенок, который был в серединке, у которого было мало освещения, соответственно, вырос вот таким малюхоньким. Вот эти два череночка мы оставим и пересадим, а этот уберем. Дело в вывод, можно сказать, что такая кассета не очень хорошо подходит для черенкования петунии. Возьмите кассету с ячейкой чуть-чуть побольше. Здесь под черенкование поудобнее. Вот они наши петунии, которые пересажены уже в стаканчики. Грунт я взяла обычный чернозем из огорода. Подмешала туда немножко биогумуса. И положила удобрение пролонгированного действия осмокот. Хорошо на нем растения растут, и не надо постоянно следить и очень часто удобрять. То есть это экономит время. Несколько раз я уже обрезала эти петунии, пока они были череночками. То есть лишние листики, лишние цветоносы я убирала. Как вы видите, вот эта петуния сформировалась хорошо, она кустиком. А вот эта образовала у нас цветоносы новые, которые нам определенно сейчас не нужны. Соответственно, эту веточку я убираю. И вот так они дальше будут стоять, продолжать расти. Еще проведем небольшой эксперимент, где будет нарастать больше коренная система в горшочке покрупнее или горшочек помельче. Это оба горшочка 9 на 9 сантиметров. Только, как видите, высота одного горшочка почти в два раза выше, чем у другого. Посмотрим, как это отразится на росте самого растения. И дальше не забываем подписывать, что это за растение и когда мы сделали пересадку. Я пишу опера Суприм. Черенкование у нас было сделано 19 декабря. Пересадка была сегодня у нас 21 января. И пишу, конечно же, удобрения. Здесь то же самое. Итак, вот они у нас, наши петунии будут стоять. Дальше будем следить, как они будут развиваться и нарастать у них коренная система. То есть это будут материнские растения, с которых я через месяц возьму, или даже через полтора месяца, возьму черенки. И будем их готовить уже к летней посадке. А теперь давайте разберемся с туями. То есть с теми череночками, которые мы укоренили и посадили уже в стаканчики. Стаканчики очень хорошо и наглядно показывают нам развитие коренной системы, что мне очень нравится. Люблю сажать черенки именно в прозрачные стаканчики. Видно, что с ними происходит. В прошлом видео я вам говорила, что буду накрывать маленькие стаканчики стаканчиками побольше, на пол-литра. Однако не все черенки влезли вот в эти колпачки. То есть некоторые черенки настолько большие, что под колпачки они просто не помещаются. И что же мы делаем? Берем любой контейнер, обязательно прозрачный, ставим туда черенки, то есть наши стаканчики с черенками. И закрываем все это крышечкой. Но закрываем не плотно, чтобы там образовалась влажность, но она не была слишком большой. Им теперь не нужна влажность 90-100%, можно делать поменьше. Закрываете крышечкой, потом открываете в течение дня, проветриваете, либо закрываете неплотно, наполовинку, либо сдвинув крышечку в сторону. И ваши черенки так будут стоять до самой весны, пока вы не решите их пересадить в горшочки покрупнее. Когда коренная система уже нарастет, заполнит стаканчик. Но это будет, наверное, скорее всего ближе к маю-июню месяцу. Тогда черенки можно посадить в горшочки объемом 1 литр и уже оставлять их на улице. А теперь посмотрим, что же у нас происходит в парничке. Здесь на нижнем ярусе я разместила материнские кусты петуний. Правда, вот эти передние два из них это петуний, а на заднем плане, вон там, идет петхуа. Слева от вас петуния Адель, справа космик пёрпл Гоутуния. Дальше поднимаемся выше на ярус и мы видим прекрасную эустому. Блю-чип посажена 27 сентября. Удобно, когда написаны все данные на горшочке. Сразу знаешь, когда же она была посажена, можно отсчитать количество месяцев. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. То есть прошло 4 месяца и она зацветет. Дальше мы видим посаженные нами в лоточек петунии. Правда, взошли не все. Очень хотелось получить каскадную петунию с крупным цветком от компании партнер. Название коктейль, по-моему. Но, к сожалению, она не взошла ни в лотке. Ни в таблетках, которые, вот посмотрите, петунии прекрасно взошли. Но коктейль единственная петуния, которая не взошла. Вот сзади там еще пока маленькие эустомчики растут. Сорта мисс Бетти. Шампань высокорослая. И блю-чип, по-моему, там тоже еще есть. А здесь у нас входят горные сосны. Уже прекрасно всходят. Та часть, которая взошла, я ее разместила. Уже открыла пакетик с одной стороны. Выше на самом верхнем ярусе горные сосны, которые были посажены в лоток. Тоже прекрасно взошли. Посмотрите, какие дружные у них всходы. С хожестью я довольна, хотя семена пролежали. Вот в этом году они тоже прекрасно взошли. И теперь я уже спустилась на пол. Здесь те растения, которые в парничок не влезли, но хотелось их посадить. Картофель продолжает расти. Зацвел я его, оторвала цветоносы. Посмотрим, подождем, может все-таки что-то на нем нарастет. Петрушечка. Здесь лилия. Посмотрите, скоро она рассветет. Не знаю, какой сорт, но очень похож на занику. Бутончик такой, знаете, в крапинку. Укропчик. Вот она, высокорослая эустома. Шампань сорт уже растет. Дальше, по-моему, блю-чип. Да, блю-чип. Немножко отстает, не цветет, как в том горшочке в парничке. Видимо, света поменьше растет. Тоже не так шикарно, как там, где есть освещение профессиональное. И вот он, материнский куст петунии. Вот они, цветочки, до чего красивые. Опера Суприм растет в двухлитровом горшочке. Приходится ее обрезать, потому что этого горшочка очень маловато для такой петунии. Пока ее посадить просто некуда. И дальше, вот в этом крупном вазоне, находится огурец, с которого мы, как помните, сняли урожай. 400 грамм огурцов. И пробуем с него еще что-то получить. Здесь все-таки освещение поменьше. Плетьи огурца вытягиваются. Но завязи, конечно, есть, присутствуют. Может, что-то еще и получится. Ну вот, я вам показала все, что растет в моем маленьком зимнем огородике. И у меня будет к вам один вопрос. Сейчас все, наверное, уже огородники закупают семена томатов. У меня они тоже заказаны и очень много. В этом году я решила протестировать семена черных томатов. Заказано 9 сортов. И стоит вопрос над тем, покупать ли такой сорт томата, очень интересный, как Сержант Пеппер. Если кто-то из вас знает и выращивал этот томат, то, пожалуйста, напишите в комментариях, стоит его покупать или нет. Томат видом очень интересный, сердцевидный, такой бикалор с плечиками темными, сам яркий. На картинках выглядит очень шикарно. А вот как он растет и показывает себя в теплицах, было бы интересно узнать от вас. Делитесь, какие сорта помидор вам нравятся. Оставайтесь со мной. Всем пока!